Песни из нашего спектакля «Павшие и живые». Песня у нас вставлена в новеллу, которая называется «Диктатор-завоеватель». Я там играю роль Гитлера по бокам. Да-да, я ещё играю роль Керенского у нас в театре. Но ещё и Галилея так одновременно. Сначала были диктаторы, а теперь пошли учёные. Теперь, потом я буду играть в спектакль в новом, который называется «Пугачёв». Буду играть ещё и бандита, хлопуша его. Теперь, ну я хотел вам спеть песню из спектакля «Павшие и живые». Так вот, в этом спектакле выходят по бокам засученными рукавами молодые немецкие солдаты и поют такую нужна была бравая песня, потому что это происходило дело в начале войны, в 41-м году. Ну, это такая, ну как это назвать, такая радость идиотов должна изображаться в этой песне. Ну, довольно жестокая песня. Ну, это начало войны. Ну, как они уходили, знают все, а в начале шли довольно бодро, спокойно. Песня называется «Солдат всегда здоров». Солдат всегда здоров, солдат на всё готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог. И не остановиться, и не сменить ноги, сияют наши лица, сверкают сапоги. Повышенное равнине, за метром метр идут по Украине солдаты группы центр. На первый, второй, рассчитайся, первый-второй, первый шаг вперёд и в рай, первый-второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадёт вслед за тобой. Первый-второй, первый-второй, первый-второй. А перед нами все цветет, за нами все горит Не надо думать, нами тот, кто все за нас решит Веселые, нехмурые, вернемся по домам Невесты белокурые наградой будут нам Все впереди, аныне, за метром метр Идут по Украине солдаты группы центр На первый, второй, рассчитаюсь, первый, второй Первый шаг вперед и в рай, первый, второй А каждый второй, тоже герой В рай попадет вслед за тобой Первый, второй, первый, второй, первый, второй Их везут целыми днями в неотапливаемых товарных поездах И дают пищу только раз в три дня Во время этой транспортировки через весь Советский Союз Умирает еще почти половина плен Оставшиеся 18 тысяч прибывают в лагеря Урала, Сибири и Казахстана Почти необжитые районы, где царят морозы до минус 60 градусов Здесь они работают на угольных шахтах и на урановых рудниках Многие не выносят суровых условий труда Из 18 тысяч в конце выживают только шесть Хельмут Томиш военнопленный Тебе разрешается грустить, умирать Но ты должен продолжать жить Ты хочешь домой, хочешь вернуться к жене и детям, к родителям К братьям и сестрам Самое главное – это твердое желание остаться живым Постепенно условия жизни в лагере улучшаются Советская власть отныне стремится удерживать процент смертности на низком уровне Страна нуждается в дешевой рабочей силе Одновременно Советы пытаются привлечь немецких солдат к борьбе против гитлеровской Германии Национальный комитет и союз немецких офицеров ведут антигитлеровскую пропаганду О том, что Германия потерпела поражение, большинству ее граждан становится известно только в мае 45-го Герман Беец, военнопленный Был уже поздний вечер, когда нас всех собрали и объявили, что война закончена С тех пор постоянно приходилось слышать Однажды я спросил у русского, скоро это когда? Он ответил, вот отстройте Россию тогда и домой Я вернулся на родину только через 10 лет В 1955 году из Советского Союза на родину возвращаются последние военнопленные Хайнс Томас военнопленный Когда я вернулся домой, я был на седьмом небе от счастья И все окружающие, по-моему, тоже Приходили родственники, друзья Они поздравляли меня, целовали Я никогда не забуду тот день Подумать только, меня не было 6 лет За эти годы я сильно изменился Стал совсем другим человеком Честно говоря, мне даже было немного страшно возвращаться домой Но я боялся напрасно, меня там ждали с нетерпением Все эти годы Продолжение следует... Вернув Los Angeles